здравствуйте спасение утопающих но вы в курсе но не всегда как оказывается город наш утонул в этом году масштаб бедствия достиг пределов и никакие слова оправдания не нужны тем у кого затопила квартиру мебель вещи так в чем же причина всем все понятно только у всех это понятно разное одни обрушились на водоканал считая что раз топит водой значит отвечать ему другие склоняют ливневую канализацию которая дышит также через раз как и большая часть коммуникаций города досталось и управляющим компаниям которые снег не увезли а лишь распихали по дворам порой нагребая горы до второго этажа в итоге виноваты все а по сути так оно и есть снег не увезли он растаял талая вода пошла в ливневку но не везде она есть а там где ее нет в канализацию кстати в том числе и благодаря изобретательным специалистам которые дабы осушить территорию открывали колодцы и спускали туда всю водичку а как канализация справится если ладно еще воду грунтовую туда спускают что запрещено в принципе так теперь еще и мазут сливать начали кстати это стало одной из причин выхода из строя районной станции вот так одно за другое но жители страдают тут самое малое что можно сделать попросить прощения и срочно готовиться к таким ситуациям пусть не получится за год все сети переложить но хотя бы продумать экстренные меры по отводу воды работы над парковыми зонами продолжаются вновь собрались на рабочую группу главы округов представители организации которые занимаются озеленением и благоустройством депутаты и специалисты департамента градостроительства самая главная мысль озвученная последними была в том что надо бы добыть денег на разработку прорисовку концепции парка возле памятника петру первому на парк за кинотеатром русь на ломоносовский парк только вот в чем странность само совещание началось с того что концепция парка возле петра уже есть дальше странности стало еще больше по некоторым сведениям этот парк уже привлек внимание областных властей дело в том что летом город готовится встречать иностранные делегации по случаю юбилея конвоя дервиш и даже практически решен вопрос о ремонте сквера я предложил спросить у жителей города архангельска что они думают по поводу концепции парков на территории города в ответ я услышал кучу доводов почему этого делать не надо начиная от таких что это будет затягивать сроки заканчивая весенним обострением позиция департамента градостроительства очень однозначная мы сами пропишем концепцию и дадим людям на обсуждение этим должны заниматься профессионалы на секундочку профессионалы у нас уже постарались не думаю что они переделают торговые центры в жилые дома кто как не жители должны решать где им отдыхать и глава города говорил и говорит о том что общественность должна принимать активное участие в жизни города но как в связи с этим я хотел бы поинтересоваться у вас уважаемые горожане какими вы видите наши парки как место для отдыха и прогулок или как площадки для занятия спортом или может вы готовы предложить свой вариант у нас на рассмотрении петровский сквер возле памятника петру ломоносовский парк и пока еще просто площадка за кинотеатром русь которая тоже может стать парком с вами был сергей пономарев увидимся